я приветствую всех тех кто вместе с нами на канале да это так подписано нас или еще не подписано собирается сделать как раз появилась возможность подпишитесь поставьте колокольчик чтобы не пропустить следующие интересные важные разговоры и поставьте лайк этому видео руслан бортниксом и на связи прямо сейчас руслан добрый день да приветствую макс слава богу что мы целые невредимые можем с тобой все обсудить все то что происходит каждый день с каждым днем все больше сумасшествия какие-то нагнетающие удары какие-то непонятные заявления политиков разумеется хочется поговорить о том что произошло над центром москвы над красной площадью над сенатским дворцом в кремле взрыв беспилотника что кто так версии мы целы только физически все же я думаю что морально нас тоже оказывает серьезное влияние да и но особенно когда ты живешь в стране которая воюет на которую падают бомбы постоянно гибнут люди знакомые незнакомые вокруг это конечно сказывает сказывается в любом случае даже на на мышлении ловишь себя на постоянно на этом я на на этой неделе трижды моя семья бегала подвал так что переживаем все это вместе что касается того что произошло над москвой мне кажется сегодня сложно говорить кто это сделал практически невозможно говорить очень сложно говорить что даже произошло и мы можем только полноценно говорить о последствиях этого процесса последствия которые проистекают этого процесса и характеристиках сторон которые они этому процессу предоставляют о чем идет речь очевидно что это атака на атака на кремль она используется сегодня москвой для того чтобы развязать себе в дальнейшем руки для того чтобы начать новую войну новую волну запугивания и украины и наших западных партнеров закамуфлированными да не закамуфлированными угрозами применение не конвенциального вооружения или новых методов террористических методов войны против украины и наших партнеров очевидно что это атака она аннулирует многие предыдущие договоренности соглашения и джентльменского и не джентльменского характера которые могут касаться широкого спектра вопросов начиная от гарантии личной безопасности для лидеров стран не зря экс премьер-министр израиля беннет говорил о том что обещал мне не атаковать зеленского но это не потому что путин такой хороший потому что это была стратегия россии это была попытка принудить зеленского выглядит плохо выглядит как саакашвили свое время жевать галстук и вместе переживать личное унижение вместе с унижением своей страны и заканчивая договоренностями которые касаются зерновой сделки транзита энергоносителей много чего другого которая вот сформировалась вокруг или во время этой войны а диалог между западом россии украиной и посредниками разного рода не прекращался ни на одну минуту вот эта атака которая в россии заявлена атакой на путина то есть попытка убить главу государства атакой на символ на символы самого российского государства она тоже вы используете использована для того чтобы пересмотреть и аннулировать многие из этих соглашений где неформального и формального характера которые были заключены ну и раз само российское общество прогревается на медленном огне то есть вот такую символы нашего государства кремлевские звезды атакуют нашего президента который сам по себе является символом российского государства потому что нынешняя россия это путин он создал нынешнюю россию россия до путина это то чем русские не гордятся ельциновская россия пьяная расхристная воюющая слабая никакущая россия это позорная часть истории россии а вот путинская россия это немножко другая россия это россия которой гордятся многие русские и вот эта попытка атаки на вот эту россию тоже должна прогревать общественное сознание выстраивать наверное очереди военкоматы или хотя бы уменьшать очереди на выезд из россии многие последствия наступают след за тем что случилось над кремлем руслан но да мы понимаем что теперь может сделать путин как теперь он может выстраивать свои отношения с этой войной скажем так но меня интересует вопрос а что он может сделать что еще он не сделал ну кроме ядерного удара какой вид вооружения что по гражданским объектам лупят по милитари объектам лупят люди гражданские гибнут еще еще вот он может сделать чтобы как-то попытаться в глазах российского общества если конечно необходимо да или в глазах там он или каких-то там партнеров не партнеров оправдать свои действия вот мы мы вот предупреждали если будет там атака если будет посягательство на жизнь то мы будем делать так для кого это и и смогут ли они действительно оправдать что они смогут сделать ну пока я не вижу разворачивание компании реванш или возмездие и это подталкивает мысли о том что ну не факт что за этим стояли именно кремлевские силы я не могу сказать российские потому что еще российская позиция есть недовольные круги в силовом блоке тут могут быть разные варианты и целью этой атаки могло быть просто знаете попытка повлиять на сознание самого пути попытка заставить его стать просто не политическим уже лидером а военным лидером поменять свою от на отказаться его поведение оповести страну на финальный бой с зловещим западом это одна вариант попытка другая запугать третье знаете попытка показать министерство обороны очередной раз в плохом свете который не способна даже кремль защитить квартиру путина кремлевскую защитить надо менять руководство министерства обороны и сил пво которые соответственно ответственны за ваза вот этот много может быть мотивов но как может реагировать россия в этой части люди начинают политических реакций но например отказ от зерновой сделки отказ от транзита для носителей через украину объявление украины там террористическим государством и объявление охоты соответственно на всех представителей этого государства начиная там от офицеров и главу администрации заканчивая при президентом украины то есть это набор каких политических шагов номинальных которые могут закрыть любую возможность о чем-либо договариваться между сторонами даже в будущем заканчивая военными реакциями понимаете если россии удастся доказать что это была террористической атакой покушение на путина тогда данные ранее обещание не применять ядерное оружие китаю сша другим странам мира она уже тоже не актуаль тогда данные данные обещания не атаковать политических лидеров не только украины понимаешь да я понимаю тут просто как-то знаешь вот слабенько слабенько это даже на картинке выглядело очень как-то вот очень много вопросов потому что когда например во время там первой чеченской мировой войны да в одном из парков москвы нашли грязную бомбу ту самую известную да потом во время второй чеченской войны дома взрывали теракты норд-ос без слона в общем все это помнят все россияне это помнят и мы это помним украинцы конечно это страшно напомню что реакция была тоже не мгновенный вот каждая эта ситуация была потом обыграна использована но я просто говорю о том что то что то что вот это вот вспышечка над кремлем с этим беспилотником как-то как-то дешево как-то не серьезно я вот об этом для того чтобы реально оправдать будущее вот для того чтобы оправдать эти будущие то что ты говоришь до срывы политических договоренностей какие-то военные угрозы чего-то по масштаб не бы они себя что-то устроили нет я ошибаюсь с точки зрения киевлян которые по несколько раз на неделе наблюдают намного более ужасные вещи конечно я думаю что это несерьезно но с точки зрения обывателя российского большая половина которого до сих пор не интересуется особо войной для которого в лучшем случае картинка по телевизору которая не особо его волнует атака на кремлевские звезды и лично на главу государства на царя выглядит все таки встряхивающе более того это же демонстрация слабости россии чтобы кто не говорил ну конечно с точки зрения какого-нибудь клубера в москве и ему по барабану но с точки зрения того же внешнего наблюдателя то есть это демонстрация слабости российской армии российского государства это очень символическое однако цель конечно было исключительно символически понятно что это военного ущерба нанести таким образом невозможно и даже скорее всего и убить путина таким образом подаляк подаляк подобное заявил и сказал что украина вместе с президентом зеленским разумеется сказать что украина никакого отношения к этому не имеет тут очень странно вообще да кто мог что мог и задаются вопросами я вот наткнулся на заявление экс-депутата госдума ильи пономарева ныне гражданина украины значит и пономарев заявил что это партизаны некие да целью атаки дронов был не владимир путин а отмена парада 9 мая это нельзя будет скрыть от российских граждан не отменят пусть пеняют сами на себя последствия будут яркими то есть это вот это какие-то партизаны какая-то вот у них помнишь как-то по татарскому то же самое пономарев заявлял мол ну вот есть там какие-то истории связанные с российской оппозиции скажем так как ты думаешь вязать и себе что на 9 мая в парад влетает дрон и убивает 20 человек или больше кому на руку это сыграет это приведет к ослаблению российской армии никоим образом это приведет к росту анти украинских анти западных настроений да безусловно это оправдает любые действия москвы в отношении украины 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 да частично поэтому логика такая себе сомнительная я уже объяснил как это могло использоваться из символической точки зрения из точки зрения влияния на путина изнутри и извне и для пиара это может быть использована тем же тем же рдк которым говорил сегодня пономарев и да конечно мы не мы не признаем факта и атаки но и я знаю вчера был провел десяток эфиров международных англоязычных преимуществ а когда я говорил о том что это возможно будет провокации внутренние и следы этого можно возможно искать и внутри россии я не утверждаю но я допускаю существование и такой версии кроме украинского западного следа ну это не знаю между башенного среда но и такая версия возможно не говорили слушайте а мы тебе не очень верим потому что вы уже атаковали крымский мост в этом атакуете российские города а кто подтвердил что мы атаковали крымский мост не было таких подтверждений мы же мы же мы же намеками этими постоянно играемся в комментариях а эти намеки в мире воспринимают как как легкую форму признания понимаете мы можем тут бравировать а эта история с маркой над кремлем когда мы с одной стороны мы говорим что мы не причастны абсолютно президент заявляет обосновывает это подоляк заявляет обосновывает но мы зато выпускаем марку нафига государственные предприятия это делают подождите хотя пару дней потому что российская пропаганда моментально это подхватывает руслан я думаю мы с тобой знаем ответ на этот вопрос и в украине так всегда было бы и есть особенно во время войны сначала делаем потом думаем но это как бы да я бы исключал бы здесь игру как бы отдельных групп силовиков не знаю оппозиционеров политических групп внутри украины как бы они это на самом деле это не очень сложная атака а ситуация вот плане безопасности украины сейчас напоминает слоеный пирог где много слоев интереса один из слоев ты вот уже вспомнил в начале обсуждения это давний разговор якобы годовалой давности гарантии который путин дал экс премьер-министру израиля беннету да и беннет после говорит что путин сказал я не буду убивать зеленского да то есть это гарантия от путина что зеленского трогать не будут смотри сразу хочу поправить эту ситуацию но как зеленский сказал что украина не атаковала крым да я понимаю но это означает что украина и украинцы большая разница и я или мои войска это тоже большая разница ну давай с тобой посмотрим на ситуацию вот целый год зеленский побывал в самых-самых горячих точках куда куда даже доставала российская арта то есть не просто там ракеты которые там летят а именно арта вот куда доставал и можно было достать с автомата калашникова или может быть может быть да зеленский смело туда поехал и как потом это все раскручивали значит российские пропагандисты мол смотрите мы какие мы зеленского не трогали бы но не трогай да и это все вот как бы накладывалось на эти якобы гарантии путина для убить убийство зеленского не имеет никакого смысла для россии обратный эффект а вот вчера а вот вчера они все как с цепи сорвались в этом отношении конкретно по вот все ликвидировать зеленского ликвидировать киевский террористический режим призвал володин спикер госдумы этот метр с кепкой значит медведев понятно как всегда в своем угаре написал о ликвидации зеленского и вот если вот эту линию нести дальше как бы путин с себя снял теперь да вот эти обещания эти гарантии если не были были я сейчас объясню по причину этой риторики это не так просто во первых надо было как-то реагировать на российское общество возмутилась и вот через демонстрировать из проговаривания этих угроз таким образом выпускали часть пара из российского общества надо понимать во вторых понимаете то попытка оказать давление на зеленского мы начинаем на тебя охоту ты лучше не возвращайся украину более того в российских медиа даже подают эту ситуацию таким образом что посмотрите он сбежал он сбежал он боится вернуться в украину он там ездит сейчас расширяется постоянно визит новые и новые страны все боится вернуться в украину потому что боится ну часть типсо конечно конечно да это информационная операция безусловно но атака на путина делает создает ситуацию небезопасности не только для зеленского для всех лидеров участников этой войны потому что это прецедент которым потом можно абсолютно все оправдать почему смырая не имеет смысл был раньше убийства зеленского нужно зеленскому но это не поменяло бы ход войны был бы новый зеленский то есть более того это вызвало бы глобальное возмущение и привело бы к лишению гарантии безопасности и для самого путина которая тоже существует на международном уровне сейчас ситуация немножечко другая мы не начинали против нас начали вот так россия пытается начать как бы этот разговор и да риски безопасности для зеленского и наших и других политических лидеров они выросли после в этой ситуации более того россия пытается на международной арене я вчера с несколькими идиотами это это медицинский диагноз хотя не потому что мне врачи которые смотрели эфир стали что это так можно назвать вел диалог на международных платформах насколько это было возможно более того не подают эту ситуацию как вроде бы смотрите украина украина как бы сама нарывается при сама она начала эту войну вы не вы вторглись на территории украины она начала войну и более того она провоцирует россию на применение ядерного оружия чего бы мы очень не хотели но украина буквально заставляет нас жмет нам на руки требует вот это ж это ж американская трампистская оппозиция сейчас соскручивать эту тему вот кеннеди например да и вот я был вчера в эфирах индийских китайских каналов там эта позиция ну как бы она воспринимается как позиция как аргумент не скажу что там люди сразу да это правда нет конечно но но это звучит поэтому мне кажется вот так вот такого рода вещей мы должны всегда очень внимательно анализировать их последствия и даже когда есть возможность иногда кого-то достать то мы должны подумать и выгодно ли нам ли это изначально в начале войны россия хотела унизить зеленского и через униженного зеленского унизить саму страну ну вот это вот клоун это все они использовали вот этот сакашвили жующий галстук завершение войны в грузии который просто похоронил любые грузинские амбиции и грузинские общественные настроения вот этого сценария россии хотела достигнуть именно поэтому зеленский был неприкасаем как бы но ситуация может поменяться получается так что хорошо риск там для жизни для безопасности зеленского и чиновников есть вырос он вырос вырос после этой атаки на кремль но вчера вечером в преддверии сегодняшних сирен по киеву и ударов по киеву не знаю что там летала беспилотник гера не летали вырастает вероятность использования вот еще ближе мы к использованию ядерного оружия если да то будут ли они бить по по правительственному кварталу в киеве или все-таки не могут на это решиться или все-таки ну вот для символизма они же больные в этом отношении ну я не представляю нанесение ядерного оружия ядерного удара по киеву целом я вчера целый вечер призывы матери городов русских но исключить полной мере я это не могу скажем так создана ситуация при которой россия показывает что у нее развязанные руки она может применить ядерное оружие например против украинских войск фазе контрнаступления на юге украины вот эта вероятность выросла я еще сегодняшний считают доминирующей там вероятность это считаю процентов 20 но она уже существенно она же существенно и выросла как бы это могло быть целью всех этих вещей все этих событий которые происходили вокруг кремля и это очень пугает мир и это усилит давление нажим на зеленского его команду с целью принудить к нас принять какую-то модель перемирия и заморозить конфликт это в безусловно будет иметь такой эффект более того как ты думаешь прости пожалуйста перебью а зеленский зеленский его окружение узнаешь есть же так камикадзе мы знаем ну как это работает философии движение к чему-то страшному может это страшно от тебя отбросить и ну страшно это все что угодно может быть да и ты будешь преобладать над этим зеленский боится ядерного удара или он будет или он почему я спрашиваю потому что американская дипломатия за многие годы наблюдают за за последние 70 лет до наблюдения за ядерной гонкой говорит о том что очень многие повторю дипломат о том что россия страшнее пугалки россии по поводу использования ядерного оружия чем само российское ядерное главное как устоять перед этими пугалками да и главное не пропустить момент когда пугалка становится реальностью как это случилось нас 24 февраля 2022 года когда у нас много то искренне верили в отношении того что то все пугалка это все шантаж а потом проснулись под бомбами тут тут важно очень точно отследить эту линию это этот этот баланс дай страх иногда со страшнее скажем так исполнение самого страха и да россия очень долго эксплуатировал эти страхи но она сегодня уже лишена практически всех возможностей эксплуатировать не страхи перестали бояться привыкли к ситуации уже россию там не испугать не украину не западных партнеров каким-то российской авиации да все уже к этому к этому сегодня привыкли на ядерный страх особенно он остается достаточно существенным и вот я сегодня так грустно шутил с коллегами я представьте себе какая будет истерика в мире если сейчас в российской армии начнут раздавать противогазы и таблетки таблетки и йода понимаете вот из страх ядерного катастрофы может быть инструментализирован для того чтобы как и как переключатель конфликтах в свое время карибский кризис может быть инструментализирован с целью оказания давления на украину боится ли украинский президент я не знаю мне кажется что он как человек должен бояться но приведет ли к это к тому что он будет как бы и опираясь на этот страх принимать государственные решения я очень серьезно в этом сегодня сомневаюсь большей мере россия пытается использовать и будет пытаться использовать ядерный страх для того чтобы прервать цепочку поддержки нас уменьшить поставки украину вооружений финансов создать более сложную ситуацию в этой части ослабить хорошо кроме ударов над кремлем мы сейчас наблюдаем в разных частях россии те же самые беспилотники и когда там взрываются беспилотники там никакого символизма там исключительно топливные базы и вся военные цели военные цели это попытка снизить маневренность российской армии способность ее к маневру без топлива и снарядов особенно не по ним не по ним маневрируешь да но это в случае там с украиной можно говорить о том что мы-то все-таки зависим а россия сама импортирует нефть у них могут быть такие проблемы с этим да но если запаса нет запас уничтожен пока произведут новые запасы их доставят будет временной гэп временной разрыв который как раз может использовать украинская армия для контактных рублей хорошо здесь понятно но кстати вот эти я не видел может быть и видел подскажешь вот эти беспилотные взрывы над всякими разными хранилищами топлива украина вот наше руководство не отрицает не не подтверждает и не отрицает многозначительно отмалчиваемся потому что мы конечно не будем признаваться в атаках на территорию на территорию россии ту территорию которая является международно признанная конечно часть но все прекрасно понимают понимаешь тут уже этот диалог вот атака на путина переносит этот диалог в сферу понятий то есть а за и личных взаимоотношений как бы и все прекрасно понимают кто стоит за этими атаками даже если за ними стояла бы псб нам все равно ну как бы все меньше и меньше верят все думают да конечно украина не атакуют но все знают что скорее всего за этим стоят какие-то действия украины так вот все это ну по крайней мере информационно да выглядит как будто мы или прям глобально готовимся контр наступлению или уже наступаем да вот вчера пригожин заявил о том что у нас много людей у нас много оружия и мы уже наступаем запорожское направление выходим на орехов это такая развилка дорожная и дорога одна из который идет на мелитополь и вот мы якобы наступаем вот громко в минобороны россии отчитались мол дали отпор и значит нанесли удар по по в су и и другое бла 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 вот я вот я хочу спросить а это это да вот это уже демонстрация этого самого контр наступления о котором мы слышим последние пару месяцев не похоже не похоже я я тоже отвечал и весь день за границей спрашивали микро расступление или нет думаю не похоже пока похоже пока на разведку боем и подготовку под расступление а истерика российских телеграм-каналах не только что пригожина учатом и окружении российский гость под белого белогородкой и белогоровкой могу ошибиться пускай наш простят мы из эту оговорку и все это попытка показать что армия слабо армия некомпетентных руках находится продолжение этого внутреннего противостояния между силовыми блоками за вот этих 80 ярдов зеленых которые тратятся обе естественно ворот здесь понятно еще одна тема перед тем как мы к ней перейдем друзья попрошу вас прямо сейчас поставить лайк этому видео и прокомментируйте пожалуйста вам ничего не стоит там и вам с русланом очень будем благодарны пока все вот это вот заверюха над кремлем происходит пока там медведев в истерике выпивает третий стакан зеленский как мы уже знаем отправился в турне сегодня владимир зеленский в гааге громко выступая в международном трибунале в этом суде сказал что мы все хотим видеть здесь другого владимир сказал сказал зеленский россия должна быть осуждена международным трибуналом за преступление агрессии и так далее по плану вот это вот весеннее турное плюс еще у нас через неделю зеленский будет берлине там еще какие-то будут точно визиты я не знаю подробностей это как бы закрепление результата или подготовка партнеров контр наступлению или это что-то еще куда третий сценарий руслан что это это безусловно поддержание уровня политического внимания общественного внимания к украине потому что мире много проблем и все равно несмотря на катастрофичной ситуации гибели людей постоянно но внимание все равно будет снижаться мир понемножечко все равно будет как бы это это к сожалению объективный поэтому фокусе внимание украину удержать и значительной мере это еще готовка двух процессов во первых это вильнюсского саммита нато который состоится в июле и на котором украина надеется получить хотя бы символические победы в виде там пдч или конкретных обещаний по срокам ну или хотя бы гарантии безопасности обещание гарантии безопасности тут есть проблема серьезная потому что если вильнюсский саммит закончится ничем ну это будет выглядеть не очень хорошо а чем он может закончиться кроме как ничем руслан руслан еще варианты вариант максимум что мы сегодня хотим это чтобы нам установили конкретные сроки когда мы вступим на вариант скажут когда закончится война да они так и говорят как бы так и говорят но нас это не устраивает мы торгуемся вариант минимум чтобы нам с нами бы нам подписали гарантии безопасности вера 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 дополнительный который я предлагал нашим политикам это вступление в нато без статьи 5 то есть вступление в нато надо говорить с партнерами западными в отношении того что примите нас в нато но статья 5 взаимная оборона вступает в силу после завершения войны но в офисе не очень хотят слушать слышать такое-то предложение ну а это имеет смысл ну вот это жпс белые вороны какие-то и легкие не не да не да партнер вы конечно давайте в наш клуб но если на вас нападет насильник то как бы мы просто посмотрим поснимаем и может еще насильнику парочку контрацептив ну что это такое я сейчас объяснил суде макс нато тоже не согласны знаешь почему потому что не понимаю что торея что это сценарий реалистичен и он приведет серьезному изменению внутри блока а чё а чё вредит речь украина получит право голоса том числе участия в вопросах распределения финансов внутри нато том числе участие в вопросах распределения размещения вооруженных сил нато понимаете где в какой стране они стоят очень интересная ситуация формируется тут право голоса может быть и важнее даже каких-то моментах нежели сама вот сама статья 5 которая для нас сегодня недоступна но это это один блок вопроса и второй блок вопросов связанных с продвижением темы трибунала потому что мы собираемся запустить этот трибунал уже осенью сейчас формируется коалиция стран предварительно их 34 на данный момент причем не все страны на то есть мы с одним из этой коалиции далеко не все страны на то есть и эта поездка тоже направлена на то чтобы все подписали предварительный меморандум о создании этого трибунала более того идет борьба двух моделей осталось две модели ключевые мы на украине хотелось бы чтобы это был бы специальный международный суд который создан на основании специального договора международного так как был создан нюрзбинский трибунал часть западных партнеров и сша настаивает что должен быть украинский суд и они обещают потом имплементировать у себя его результаты что вот как бы выглядит достаточно сложно и не не очень необязательной схемой в этой части вот с какой темой еще ездит конечно президент зеленский то выступая в гаге он же раскритиковал идею так вот мы же говорим о гибридном трибунале да то есть он вот я процитирую начала агрессивной войны это преступление которое отличается от остальных преступлений тем что содержит в себе все зло других преступлений мы должны трансформировать опыт нюнбергского процесса поэтому мы выступаем за создание такого трибунала мы хотим продолжить традицию наказания за преступление агрессии как гарантию и и не повторения не надо бояться сказал зеленский и почерпнул что ожидание полноценного трибунала не гибридного как предлагают отдельные страны для россиян для высшего руководства вот говорит неприемлемо этот гибридный трибунал но параллельно с этим вот смотри вот то я я понимаю зеленский правильно критикует с этим выходит верховная рада 2 мая и голосует законопроект слуг народа все слуги народа за него проголосовали о таком понятии как рашизм я не знаю мы же говорим о подмене понятия что такое рашизм ну рашизм мы понимаем что в нашей в нашем сознании то есть нацизма теперь рашизм для красного словца вот прям красиво очень очень здорово но не в законодательстве зачем это закреплять с какой целью не будет ли это размыто тем же трибуналом да есть нацизм у него есть четкие критерии понимаешь а у рашизм получаются эти же критерии только с паспортом гражданин российской федерации абсолютный бред не не будет ли вот такое вот мешать нашему же президенту который говорит ребят ну давайте давайте четко будем вот создавать этот самый трибунал или это совсем разные понятия это это немножечко разные понятия это вопрос политической конвентурию потому что ну конечно говоря коммунизм нацизм фашизм даже империализм это на самом деле по большому счету это один смысл описанный разными словами более того многие слова имеют имя нарицательное шовинизм а это же от имени французского сержанта насколько помню шавина вот из-за его политические взгляды стали настолько популярны что надо названа целая идеология или подход концепции что потенциально закрепление этого термина в украинском законодательстве приведет к тому что украина начнет лоббировать его на международной арене и он может быть закреплен в решении каких-то международных организаций совет европы какие-то другими оон и о это будет еще шагом к осуждению путинской модели управления нынешней россии нынешняя россия это путь как бы засуждение всего этого периода российской истории 1000 2000 1999 там и до конца который будет называться расшизмом и характеризоваться также как как нацизм или коммунизм и это не помешает в становлении истины скажем так в дальнейшем вот я я хочу о законодательстве спасибо пока это политический термин но он в случае военного поражения россии он вполне может стать и юридическим и исторически да я понял я благодарен тебе за этот разговор услан спасибо большое как всегда спасибо макс друзья поставьте лайк пожалуйста и подпишитесь на youtube канал руслана бортника ссылка в описании вам всего хорошего не забудьте сегодня в 19.00 по киевскому времени прямой эфир с вадимом карасёвым до новых встреч до свидания до новых встреч 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 до новых